Здесь уже сказали, что я из Австралии, мы живем близко к полинезийцам и Маури Новой Зеландии. У полинезийцев и Маури, у них своя картина мира. Они великие малифрауратели, они садятся на коно и приплывают тысячи миль. Вот какая у них картина мира? Они сидят на коно и не двигаются. А мир двигается мимо них, океан двигается мимо них. И вот я почувствовал себя в таком коно. Вот мы сидим в таком уютном зале, а мимо нас проплывают города Андерсель, Еш, Париж. Я собирался читать совершенно другое. Здесь такая приятная обстановка. Я совсем такую личную рывку читаю. Когда умру? Когда умру, мою любовь, свернув, в чулане спрячет дальний и нижний ящик. И будет там она лежать, как мячик за шкафом, потерявшийся в углу. И вот однажды дом передряхнут, и мой потомок, умный, добрый мальчик, найдет случайно старый пыльный ларчик, увидит в нем нетлеющий лоскут и спросит. Мама, разве в прошлом веке в таком ходили взрослые дети? И я специально оставил эпиграф на потом. Мяч закатился, мой поднянет комод, и на полу свеча тень за концы, берет и тянет туда-сюда монетнича на боках. Поехали дальше. Я настолько решил другое читать, что напечатанное зло не заберет. Ретро. Ну вот, лирический герой, ему 8-9 лет, это город Томск, примерно 59-30-й год. А автор смотрит на этого лирического героя сегодняшнего дня. Черно-белые кадры кино по телевизору с линзой. Сосед в полосатой пижаме. И с хами соседка в халате с павлином. Волга-Волга, Орлова, после фильма «До ночи на то». За стеклом пирамида сервиза, для гостей достают и пыль вытирают с него. На стене репродуктор, левитант и частужек репризов. Мальчик в круглых очках, перешитая мамой пальто и машинная сирость штанов. Догоняет трамвай на шпиговый плотно телами. В нем зловоние перегара и на дамах дешевых духов. Ожидание бани и смены трусов и носков. Аксиома насилия, норма предательства. Теорема добро, если нужно кому-то ее доказательство. И еще много лет до пересмотра основ. Депрессия. Нет, не бетонные катакомбы Корбюзье, в которых даже монахам одиноко. Не многоэтажные развязки магистралей. Вокруг миллионы, у каждого цирка. А ты один, лицом к лицу, со щенчиком, равнодушно отщелкивающим километром. Не ледяные дворцы, где все взаправлено, нельзя согреться. Не иссякший на исходе лета ручей. Не захеревший от безвода сад. Но заросшие окоросты сердца. Опустившиеся в беседе руки. Холодные ступни. И безнадежно сухие глаза. Ну, последняя маленькая. Это как раз по поводу разговора о Герлибре и о графических эстетах. Герлибре вы увидите, там графика есть. Но это Герлибра-Герлибре. Насыщено каждое слово всеверской любовью и трагической тяжести. Дожить до конца страницы строчкам мучительно трудно. Как напившиеся талой водой полуденные мартовские сосульки. Они обрываются, падают, оставляя мгновение для вдоха. Мне, читателю. Все, спасибо.